Привет! Это вторая часть моих видео о том, что меня вдохновляет в творчестве. И сегодня я хочу рассказать вам об украинской или же советской украинской художнице Катерине Белокур. К сожалению, она не особо широко известна, хотя ее творчество вполне заслуживает мировой известности и мировой славы. Катерина Белокур родилась в 1900 году в селе недалеко от Киева в бедной крестьянской семье. Помимо нее в семье было два сына. Родители были совершенно простыми, бедными крестьянами. И разумеется, они не собирались давать образование дочери, считая, что это совершенно не нужно, это дорого. И поэтому Катерина выучилась читать дома по букварю, никогда не посещала школу и не получила даже сертификата, аттестата о семилетнем образовании. Однако с самого раннего детства у Кати была только одна мечта. Она хотела рисовать. Конечно, у нее не было ни бумаги, ни каких-то художественных материалов. Она с самого начала самостоятельно мастерила себе кисточки из палочек, из волосков, из кошачьего хвоста. И рисовала на тряпочках, на каких-то деревяшках. К сожалению, ее страсть совершенно не находила поддержки в семье. Ее всегда за это родители очень ругали. Ее всегда достаточно деспотично относились к ней, считая, что предназначение женщины это заниматься домом, заниматься сельским хозяйством. Ну, вы понимаете, тяжелая крестьянская жизнь, еще время такое вокруг. Однако никакое давление со стороны семьи и окружающих не могло уменьшить желание Катерины заниматься искусством. Она пыталась устроиться на учебу в художественный техникум в Киеве, техникум, который занимался керамикой. Но ее никуда не принимали из-за отсутствия даже минимального аттестата о семилетнем образовании. И поэтому ей приходилось возвращаться домой и постигать азы рисования самостоятельно. Катерина всегда рисовала только с натуры и еще она никогда не рвала цветов. Поэтому она просто долгое время проводила в саду, в поле, могла несколько километров пройти, чтобы в лесу нарисовать ландыши. И все это ей приходилось делать после того, как она целый день трудилась в поле, в огороде, в доме. И таким образом под гнетом семьи Катерина жила достаточно долго и в 34 года она даже совершила попытку самоубийства, поскольку это был единственный способ заставить родителей понять, что она не откажется от своей мечты, от того, что ей нужно рисовать. И только это помогло как-то вырвать у родителей позволение заниматься художеством, заниматься искусством. Но раз в жизни судьба все-таки улыбнулась Катерине. И когда ей было 39 лет, она однажды услышала по радио, как артистка одного из киевских театров Оксана Петрусенко исполняла по радио песню о Калине. И эта украинская песня, это исполнение так растрогала Катерину Белокур, что она отправила письмо Оксане Петрусенко, где рассказала о своем желании рисовать и приложила небольшой набросок Калины. Оксана Петрусенко была поражена искусством, с каким был выполнен рисунок. И она помогла, распространила информацию о такой уникальной художнице, никому неизвестной. И благодаря этому люди помогли Катерине устроить ее первую выставку вначале в Полтаве, а затем и в Киеве. Вот так в 40 лет Катерине наконец-то пришло признание. Она стала членом Союза художников Украины. Она смогла посетить Киев и Москву, сходить в художественные музеи. А в 1954 году СССР принимал участие в международной выставке в Париже. И для участия в выставке были отобраны три картины Катерины. Березки, колхозное поле и царь Колос. Когда работы Катерины увидел Пабло Пикассо, он сказал, если бы у нас была художница с подобным талантом, мы бы заставили говорить о ней весь мир. К сожалению, все три картины были то ли похищены, то ли утеряны после окончания выставки и до возвращения их в Советский Союз. Часть картин Катерины, к сожалению, погибла во время войны. И поэтому все, что осталось, все ее художественное наследие, частично хранится в Киевском художественном музее, а частично в Яготине. Осталось порядка ста картин. Сама Катерина умерла в 60 лет. Она так и продолжала жить в своем селе. Она не вышла замуж, у нее не было семьи, она продолжала жить с матерью. И умерла она от рака, к сожалению, в больнице и в аптеке ее села даже не было необходимых для нее лекарств. Рисовала она практически до последнего дня, хотя у нее и ноги после этой попытки самоубийства, когда она пыталась утопиться, отказывали. Вообще были большие проблемы со здоровьем, но она все равно долгие часы проводила за рассматриванием цветочков, за рисованием с натуры. И поэтому все ее картины отличаются удивительной ботанической точностью. Такая вот трагичная и одновременно прекрасная судьба. И действительно очень жаль, что несмотря на огромный талант и прекрасные картины, совсем немногие знают о Катерине Белокур. Только спустя многие годы после ее смерти, наконец-то в ее доме был открыт музей и был установлен памятник. Кстати, работа ее племянника. Так что талант был в генах у нее в семье. Надеюсь, что вам было интересно посмотреть на ее картины, которые, на мой взгляд, по своей красоте, по точности изображения ботаники ничем не уступают прославленным голландским натюрмортам и пейзажам. И надеюсь, что больше людей узнают о Катерине Белокур. Мне, кстати, хотелось сделать что-то в раскрашивании, что перекликалось бы с творчеством Катерины. Я выбрала раскраску от Марии Тролли. И покажу вам в отдельном видео, что у меня получилось. Конечно, слабо можно увидеть какие-то сходства. Но, тем не менее, это был очень интересный опыт. Я оставлю вам ссылку на это раскрашивание внизу. Надеюсь, что вы досмотрите до конца и полюбуетесь потрясающими картинами от Катерины Белокур. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...